Приветствую вас! В эфире снова программа «Разговор на чистоту без цензуры». У нас в гостях директор информационного агентства «Ника Пресс», политолог и эксперт Владимир Цеслюк. И вновь мы говорим о ситуации в Молдове. Володя, приветствую тебя на нашей программе. Привет, Пул. Всегда приятно с тобой пообщаться. Ты уже наш постоянный гость. Такой вопрос. Что будет 5 сентября в Молдове? И каковы, на поиск взгляд, возможные результаты референдума? И по явке состоится ли он, и по конечному итогу, по голосованию? Ну, 5 сентября я буду выступать как государственный чиновник молдатский. 5 сентября будет состоится, вернее объявлен референдум по изменению конституции Молдовы по форме избрания президента. Я думаю, что он состоится. Мы говорили с тобой на эту тему. Я убежден, что он состоится. Что явка будет, ну, более или менее заметна. Потому что, ну, такая ситуация. Народ политизированный, народ призывает. В основном, правда, призывает и не голосовать. Вот. И, ну, в общем, придется теперь после подсчета голосов придется Молдове опять избирать президента прямым голосованием. Вот, собственно, вся, так сказать, интрига. Можно ли будет расценить положительные результаты референдума как такую предварительную победу, как в Прамерес, да, альянса за европейскую интеграцию над теми силами, которые выступают против него? Ну, это, в общем, да, старая тема. Это уже, так сказать, уже забыли о том, что идея заключается, идея референдума, вот, кроме главной своей идеи, что надо выбрать, решить вопрос по форме избрания президента. Это подспудно, конечно, это соперничество двух основных сил. И победа, вернее, состоявшийся референдум будет означать, что альянс за европейскую интеграцию одержал первую победу над коммунистами. Поэтому коммунисты призывают не участвовать, ну, потому что, если победит он, значит, поиграют коммунисты. Поэтому, в общем, да, это такая генеральная репетиция перед парламентскими выборами. Правда, сейчас говорят, что они могут не состояться. Ну, в общем, это традиционная такая. Ну, конечно, если они проведут референдум и изберут президента, то так далее смысл распускать парламент, который не смог выбрать президента. Ну, логика в этом есть. Как от нас. Да, логика рассуждений в этом есть. Коммунисты на это опираются. Но не так давно господин Филат, приехавший из Европы, сказал, что Европа нам не простит, если мы не проведем выборы, и она нам что-то такое не даст даже каких-то денег. Ну, в общем, там, да надо просто дожить до дня, когда будет объявлена дата о распуске парламента и дата очередных парламентских выборов. Или дожить до того дня, когда наступит вот этот, так сказать, час Че. Ну, гадать тут абсолютно бессмысленно. В общем, но вот все-таки, несмотря на наличие хитроумного маркетка Чука, несмотря на наличие огромного управленческого аппарата, ну, в период, скажем так, правления по КРМ и опыта Воронина, но вот все-таки парадоксальным образом они дали обвести себя вокруг пальца. Отдав власть коалиции за европейскую интеграцию, они теперь находятся в таком положении, что ГИМПУ, основной игрок, который решает распустить парламент или не распустить, как действовать дальше, будут выборы или их вообще не будет. Но это уже как бы из разряда таких политических парадоксов, которыми я просто здесь удивляюсь. Ведь в апреле 2009 года у коммунистов было 60 мест, а у этих 53. Эти правят до сих пор, а те сдулись уже к осени. Но бог с ним. Вот, Володь, а какова, в общем-то, судьба ПКРМ? Будут всенародные выборы президента, вот определил Конституционный суд, что не может Воронин участвовать в этих выборах. Какой выход? Не сталкиваемся ли мы с системным кризисом в Компартии? Какова судьба дальнейшего этого политформирования, где, на мой взгляд, при всем критическом отношении Воронин был самой сильной фигурой является по сей день? И он, по сути, лицо партии? Ну, знаешь, задавая вопросов, и сам же на них ответил, я попробую так сказать. Продолжим. Насчет хитроумности отдельных господ из Коммунистической партии. Ну, вот сейчас наступает время, что никакие они хитроумные-то не были. У них была просто власть в руках. И совершенно жесткие и строго выверенные механизмы влияния на все ситуации общественно-политической жизни и жизни народно-хозяйственного комплекса. То есть хитроумности особой не было. Вот. Что касается вот той ситуации, 60 голосов, одного голоса не хватило. Я вообще смотрю на эту ситуацию следующим образом. У коммунистов, наверное, хватило бы денег купить этот голос. Я думаю, что, ну, нашли бы какие-то деньги, раз там у нас миллиардеры там завелись в Молдову. Ну вот. Коммунисты создали в стране такую ситуацию, что они даже с помощью своих могучих денег не сумели найти одного голоса. В политической среде, которая изначально, ну, мягко скажем, нацеленная на продажность, на поиски компромиссов. А попросту говоря, в общем, довольно грязная компания, которая, ну, они же сами говорят, что политика грязное дело, пусть не обижают. Они сами создали такую ситуацию, когда в обществе, в политическом классе Молдовы созрел вывод, ну, просто надоел, просто достал. Поэтому вот что касается их хитроумности и их возможностей. Что касается самой ПКРМ, которая сегодня попала в, собственно, в свой же тупик. Речь вот о чем идет. О том, что партия сегодня лишилась возможности выдвинуть, ну, более-менее реального кандидата, который будет способен как-то вот, ну, показать... Выиграть выбор. Ну, даже, ну, выиграть выбор это главное. Даже показать более-менее серьезный результат. Воронину запрещено. В партии, как оказалось, больше нет кандидатов. Ну, ребята, это же правящая партия была. Там что-то 15 тысяч членов. И там 148 тысяч сочувствующих. Я не знаю. И это правящая команда, которой сегодня у Воронина нет. Ну, вот тоталитарная группка, чтобы не сказать секта, которая лишилась возможности выдвинуть опять своего единственного вождя. Намекают на то, что будет какой-то авторитетный господин из культурологической научной среды. Но, братцы, тут ситуация еще хуже. Молдова за 20 лет не родила ни одного человека. Общество, политический класс, культура. Ну, вот нету такого. Или поуехали все. Или стали членами партии, других партий и став, так сказать, ну, если не мерзавцами, то людьми, которые, ну, вот как бы вот уже, то есть, от своих действующих талантов, они своей партийностью отняли часть вот этих положительных качеств. И вот тебе и история, которая называется ПКРМ без президента, а ПКРМ без мощной, мощной какой-то исполнительной власти, без мощного лидера. Она вообще, это уже не партия. То есть, она на пороге такого печального развала. А с другой стороны, понимаешь, коммунисты, ну, я говорю о молдавских коммунистах, коммунистах, хотя тут, я думаю, что не только к ним относятся. Они вообще хороши в оппозиции. Вот, вышедшие из подполья, потому что в подполье тоже опасные, там начинаются какие-то, то ли пистолеты он начинает чистить, то ли там еще какие-то листовки пакостные писать. Вот, вышедшие из подполья коммунисты и оказавшиеся в оппозиции, это прелесть для всего общества. Он тут же вспоминает о социальной справедливости, он пишет воззвание, что надо повысить зарплату и всем женщинам по мужьям, а мужьям там еще чем-то по бутылке водки. Вот, то есть это люди, которые любят искренне народ, но как только они попадают во власть, это все, это начинаются гулаги, расстрелы, тюрьмы, это людоедская абсолютно контора. 8 лет по КРНГ это, в общем, они показали, и что они делали в Гагаузии в начале, в первом, во втором годах, что, как они разбирались со своими политическими оппонентами. Ну, в общем, ну, вот их место сегодня в оппозиции. Пусть они беспокоятся о судьбах молдавского народа, который, ну вот, да, страдает. Да, с левого фланга будут подпирать правящую коалицию, а та, соответственно, реагируя на эти импульсы, будет проводить необходимую социально-ориентированную политику. Мне очень понравилась идея с избранием в качестве президента Молдовы какой-то известной фигуры из области культуры, музыки, искусства. Быть может, и он Суручану, став президентом Республики Молдова, спасет положение дел, ведь искусство, оно дарит любовь и позитивное настроение. Это был разговор на чистоту без цензуры. Мы были с вами откровенны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.